Хочу убрать все подключки звона давления в голове, хочу ощущать комфорт тела, наслаждение, чистотой и легкостью. Хочу очистить логос и вернуть гармонию жизни. Виктория, ты в эфирном пространстве? Отсоединись от всех и всего. На счет 3, найди в эфирном пространстве и эфирное тело. Евгений, 1, 2, 3. То, что ты сказал от него отсоединиться, были какие-то в секторе, возле правой ноги, в секторе интерферентов, как будто бы пионеры идут. Ты был в пионерии? Особо не помню. Может быть там что-то было. Ну, шага, они так шух-шух-шух-шух идут так, строим ребят в сектор магии. В секторе магии находится, я вижу, как тебе повязывают галстук красный на шею. И снимают эту звездочку. Из октября то в пионеры. Да, звездочка уходит в сектор интерферентов. И считывается и складывается наружу. То есть она вот уходит туда, в какой-то субъект власти эгрегора, люциферианского эгрегора. Вот. И там какая-то пионер зажатая, черно зажатая. А, зажатая, потому что она зажатая между двух идеологий. Мне тоже это шло уже несколько дней подряд, что конфликт двух религий. И я вижу, что она вот так зажата, как будто бы вы зажали между двух таких этих... Две плиты такие. От этой ситуации тянется подключка к твоему пространству на уровне коленей. Куда-то уходит к этой звездочке. Там контракт. Сейчас я отсоединяюсь. А твое эфирное пространство вот большое такое, но пространство как-то выйдет от энергосферы вверх. И там, где правая сторона, вот именно где печень, там какой-то я слышу удар. Именно вот эта подключка идет. Пионерия, а она идет как инженерия. Только эти два слова как-то странным образом соединены вместе. Но отсчитывается как... Ну, не знаю. Она звучит одновременно. И это, и это. Хорошо, Виктория. Считаем эфирное тело, эфирная линка или это. Да, это ты. И ты показываешь мне большой палец. В большом пальце. Вот там, где откуда меридиан выходит энергетический. Такая черная точечка. Ты берешь мне и вот это показываешь вот так. К уху. Ну, выше ухо, да. Но именно вот эта точка там такая черная. Я слышу сюжет рефлексии. Хорошо, Виктория, спроси у меня, разрешаю ли я потрудиться со мной или для меня. Ты говоришь, я Женя, и я разрешаю работать со мной. Так, с чего нам лучше начать? Ну, с этого и начать. Что же произошло? Ну, да. Я вижу, что этой точкой ты вот так берешь пальцем, и вот так, там, где это октября, октябренская, это звездочка. Октябряцкая. Так, что это за контракт был? Я вижу такой красивый мальчик, смотрит вверх такими доверчивыми глазками. И в этот момент, когда повязывают галстук, какая-то сущность хватает, вот так этот галстук повязывает, и это так нежно, она, ну, как бы улыбается, поправляет вот этот вот шелковый. А эта сущность вот так хватает за шею, черная, корявая какая-то. Сейчас я ему приказываю. Он находится вот как бы с этих зажатостей, как два магнита, между которыми вот это пионер зажатое там стоит. В каких-то носочки такие, длинные, гольфы. Даже видно, как одета. Это девочка какая-то, постарше, которая. Ага. А возле нее такой корявый черный дух стоит. Считывается капуцин. Упадок. Рыло. Рыло. А-а-а, рыло. Свиное рыло. Почему у черта рисует рыло? Потому что вот как в моем вот этом сеансе, это, знаешь, всплыла эта борозда, 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 это, да, которая баранирует, ну, загревает поле. Ну, а у тебя вот это рыло, которое сначала роет, а потом уже борозда закрывает. Вот, и это рыло, да, да, то есть, это сущность, это дух, считывается, люциферианство, и там, так оно поблескивает, такая мишура, и вот эти коммунистические, красная, биология, там какие-то эти, пшшш-пшшш, в небе таки эти, в салюты, пейерверки, пейерверки, то есть, ну, показуха вот это все. Вот, затягивает тебя, и я вижу, как в этот момент, так, пух, подключика прямо сюда, я слышу позвоночник, позвонок. Там, где, я сейчас посмотрю, энергетический канал сознания, это спиной мозг. Вот, там, где череп, вот так. Ближе к Атланту. Да. Да. Так, хорошо, вот эта сущность, которая приказывает ей проявить согласно на его эфирный дынка. Ну, вот я его вижу, это похоже, но это дух, да, дух и сущность, ну, нужно понимать, что чуть-чуть разные вещи, да. Дух – это вот идеология, да, или мышление, направленное в одну точку с многими людьми, собирательный образ, который оживает. То есть, люди направляют туда внимание, отдают свои согласия, и образуется этот дух. Дух коммунизма, они же так и говорят. Привидение коммунизма с косой на плече бродит по Европе и косит все народы по всей земле. Так, кто хозяин этого духа, приказы правиться, в емкости, согласно его эфирный дынка? В секторе интерферентов просто дубовая бочка. В дубовой бочке сидит мальчик. Дубовая бочка. Вижу, рассчитывается воспитанник Пушкина. Стоп. Илья Маманович. Что за сказки? Так вы с ним одногодки? Да. Ты мессия, он антимиссия. Ты пришел, он вслед за тобой, чтобы не дать тебе выполнить твою миссию. Ты работаешь по-чистому, да? То есть чистый эфир. Он работает по-грязному. Использует грязные энергии, зараженные демоническими символами. А ну, что мне идет все, я повторяю просто. Загрязненная энергия демоническими символами, сталинизмами и разными эгоизмами. Так, а что это бочка? Он сидит в бочке. И это бочка в каком пространстве, как на волнах катается, качается. А уже это, и там считывается сказочник. Воспитанник Пушкина, сказочник. Пушкин был масоном, Сталин был масоном. То есть это один и тот же Грегор. Ну и естественно, что Илья родился. И поэтому то ли он реальный член масонской ложи сейчас, что скорее всего так и есть. Ну, я видела уже, да. Что-то есть. Утверждать не буду. Паспорта не видела там его этого. Ну, так выходит. Орденов медали. Да, хорошо. Он в секторе интерферентов находится? Да, да. Ты говорил, да. Он считается, считает эти сказки Пушкина. Так, что он делает в моем пространстве, приказывая ему отвечать истину? Он говорит, что он завязывает тебе галстук. И от него идет такая, как такая подключка гимнатическая. Прямо вот как эта девушка завязывает вот так галстук, делает такой узелок, то там как будто бы в этом узелке образуется такой, считывается глазик. Но глазик без зрачка. Как будто бы бельмо у этого глазика. Странный такой какой-то объект. как будто бы живой. И это имеет отношение к этой черной подключке. Она тоже вот так от этого глазика направлена вот в ствол сознания. Я вижу, что этот ствол сознания, он больше отвечает как бы за телесное восприятие, за психосоматику. Интересно как. А там где мозг, это все вот так светится. Мозг светится. Вот так сияет просто. Там как будто бы такое не сияет вот так лучами, а просто вот такое оформленное в определенную форму свечение. А потом, когда я смотрю, то вижу, что эти формы как бы границы имеет. Имеет дальше, дальше, дальше такие. То есть мозг как бы отдельно. А потом вот эти энергетические тела точно так же они как будто бы окутываются. еще и мозг. А потом это все работает как Тор. Я слышу, что он определил время. Встречи с тобой. Я вижу, что это завязывание этого узла. Я слышу узла смерти. Связано, я слышу с геометрией, и ты видишь, я вижу, смотришь как бы в компьютер, и в этом компьютере вот так перед тобой такая пирамидка вот так оборачивается. А там Илья, ну, который называется, называет себя другой фамилией. Это чтобы избежать кармы. Он фамилия Моне называется. Так, Кто хозяин этого или кто там интерферентов. Хозяин приказано проявить согласно фендендка в том же емкости. Так, огромная сущность коричневого цвета, злой, человекообразный, с крыльями какими-то, с крючками, на крыльях, везде. То есть, сначала как будто бы человек, но когда я присматриваюсь, я вижу, что там, где ноги, вот так они превращаются в такие крюки, как когти, когти везде. То есть, он в когтистке такой зацепляется, то есть зацепки ищет, считывается вампир. О, это тот самый вампир, который напал на Мону, когда, помнишь, эти апельсинки на сеансе перед сеансом, ну, на сеансе перед сеансом массажей налетели на меня, а я их отправил. А так как это Мона их делала по его указанию, он ее подставил, естественно, он ее предал, то, естественно, она получила откат, и он говорит, что это какой-то, этот, но он и есть, вот этот, цифер, он говорит, это какой-то монстр, этот, как его, мемпир, напал, мемпир, летает, да, он может его почистить, так он может от него почистить, он может просто это перебросить на других людей, и потом люди повалили к нам, потому что у кого-то аварии начались, болезни, все такое, ну, короче. А в эфирном пространстве нет прошлого и настоящего, и он прицепился именно по этим демоническим траекториям, поэтому мы рассматриваем как логистику воздействия, то есть это антилогос, миссия-антимиссия, Христос-антихристос, антихрист, логистика-антилогистика, логистика, то есть логистика это логос, это универсальная логистика в Сесвиту. Здесь как порядок, а у них как запутать. Да, у нас как чтобы оно распуталось и чтобы все было ясно, то там наоборот как все открыть и запутать. Шириктори, посмотри, есть ли у этого Люцифера частички моей души, потенциал. Я вижу, что он как бы повыскивал где-то в жмении так и держит такие несколько штучек маленькие такие. Все остальное уже верну. Именно вот отсюда. Там когти, вот как они двумя пальцами как задел, вот так эти две частицы и ушли. А двумя когтями, потому что один коготь это зацепился за пионерию, второй за октябрятию. Там такие слова странные звучат в этом антилогосе. Хорошо, Виктория, отсоединись от этого интерферентов. Давай посмотрим контракт, на что я согласился. я вижу, что контракт связан с принятием этого октябрянского обета. Я слышу обет страсти. Маленький ребенок как бы от чистого сердца все это воспринимает эту всю билиберду и обещает быть честным ленинцем и отдает частицу себя. А получает вот этот шарик вот туда в голову. Я слышу логистика. Логистика дьявола. Понятно. Что-то еще согласилась еще по поводу этой пионерии тоже в этом контракте. Вижу, что ты показываешь на такие на ботиночки не похожи как бурки какие-то. Эти как их сейчас скажу. Мне идет слово бурки. Как будто бы пошиты такие валенки какие-то. Бурки. Да. Это еще на войне бабушка шила бурки эти. Моя мама тоже нам шила. Это тем людям, которые хотят в Советский Союз веранной. Папа работал, зарабатывал деньги, но купить было нечего. Ничего не было. Мама должна была детям шить обувь, чтобы они имели в чем ходить. хорошо, Виктория. Так, спроси меня, вижу ли я этот контракт, на что я согласился этих сущностей. ты смотришь, и я вижу, как это конечная звездочка, и там такой вот это, как иголочка. тянется прямо вот туда. Да, я слышу, эта игла вот так тянется в сектор интерферентов вот туда. Там, где этот в бочке сидит, смотрит он вот эти эзотерические сказки, да, потому что Пушкин, наверное, скоро всплывет нам где-то в сеансе. Там хорошенько позапутывал этот логос. Вот. Он уже несколько раз всплывал. Это же не зря Пушкина вызывают. Это же не зря именно Пушкина вызывают. Угу. Прописали его. Так, а что это за игла? Я слышу игла сознания Люцифера. Она как будто бы сердце тебе продела насквозь, и вот сердце в интерферентах, вот там, где эта потерянная душа, она как будто бы лежит, поворачивается и пьет. Берет и снизу, то есть упивается, я слышу, упивается кровью вампира. То есть идет настройка на генетические коды этого антихриста, этого Ильи Мамбаева. И на этот он считывается как коммунистический отпрыск. То есть идет настройка на эти вибрации. Я слышу кровосмешение двух, и я, вот оно, что мне шло и шло, противоречие двух религий и двух мировоззрений. И вот я вижу, как идет, это я уже видела, когда я думала, чтобы это означало, я это видела, только не знала еще, кому это относится. Но это к каждому относится, конечно же. Но кто-то первый это обнаруживает себе. И я вижу, что это двух мировоззрений, двух я слышу толков, ну, толкований реальности. То есть вот живая реальность, мертвая реальность. А вот эта черная мертвая реальность считывается как парафия Люцифера Антихриста. Вот и Антихрист проявился собственной персоной. Хорошо. Что еще есть в контракте, что нужно облечить? Посмотри, Виктория. Я вижу, что с твоей стороны идет как будто ты стоишь и вот так эту звезду она превратилась в такую огромную, выросла. Вытягиваешь этот красный эту иглу и вытащил и смотришь а там такой глаз. И это имеет отношение вот к этому как глаз как бельмо без зрачка. А глаз без зрачка это невидящие цели. То есть человек, который потерял свою цель, но истинную цель, предназначение, миссию. Вот смысл их вот этого порабощения в эти октября пионеры, а сейчас в России что там какие-то ... Единороссы или еще что-то такое. Ну да, то есть эти отряды, отряды, путинские отряды, отрок подъемы. Хорошо, Виктория, я своим сознанием отказываюсь от этого контракта, вступать в Пенерию октября, то приказываю сущностям Илье Мамаеву забрать их не воздействие и карм пусть забирает. Там, где вот этот он сидел в этой бочке, он на... Короче, тут все как завязалось, то есть начало все вот так вот наоборот. Он схватил эту книжку, давай этого Пушкина бить, чего вы меня учили, это пионер зажатая, эти зажатости распались, ты ее... Вот ей просто как в чело я вижу. А, они ж руку прикладывали к челу. Вот, видишь, этот палец большой, да, то есть они вот так вот делали. Эта энергия, эта красная к ней вернулась, я слышу анархия. О, полная анархия, начали там биться, драться, отключайся от этого всего, и я вижу как с этой, вот как идут эти все пионерчики, да, октября пионерчики, тот эршух, из этого отряда выплыл вверх, поплыл, ну взлетаешь, передавай информацию этим ребятам, которые там с тобой идут. Да, Ива Грегор передаю информацию, я этим ребятам передаю информацию, пионер, зажатым передаю информацию, алгоритм освобождения, призываю расторгать контракты. Я вижу, что вот это эти ребята, ты как начал энергию так, передаешь, и как будто бы вот так у крокодила такую вот пасть раздираешь и оттуда так, как солнце выходит. Считывается искра познания, истина, искра жизни. Отказывай от этого пионерского тоже, это октябрянская. Отказывай от этих идеологий. Да, и вот я вижу одна точечка у тебя там вот как гипноз, другая черная. Возвращай свои энергии, а эти отдавай. Приказываю забирать их не энергии, ихними руками, выталкивай их. Я вижу, как ты снимаешь этот галстук с этой прослушкой так называемой, с этим глазом, бельмом от Ильи, и оно все уходит. И забурлила, вот оно ушло на утилизацию, как унитаз. Забурлила, смывай это все, отсекай, убирай, вытаскивай все эти импланты, чипы, подключки, приказывая им убирать. Вот ты поднимаешься, как ангел вверх. Отлично. Да. Посмотри сейчас, Виктория, как я выгляжу. Сейчас я вижу, что ты, у тебя книга так вот стоишь, такая книга огромная, и ты ее вот так перелистываешь. Ты говоришь, что ищешь рациональное зерно, и там между страниц как будто бы такая распорка какая-то, как будто бы не дает перевернуть страницу. Что это за распорка? Так, она тянется подключика в секторе интерферентов. Кто там интерферентов приказывает проявить согласно эфирной ДНК? Там такая пирамидка заманчива, так как будто бы знаешь, заманивает, поворачивается, пирамидка такая, и под ключикой идет сектор магии тоже. Я слышу какая-то квантовая геометрия. И там находится такая сущность в секторе магии. Я вижу человек, который читает лекцию, переворачивает такие листы. Приказу этому человеку называться имя, фамилия, кто он такой? Не называется. Вообще куда-то стерся. Это уже очищали. А, поэтому он истерся, но сейчас подключика почему-то вот есть, как бы на каком-то плане оно осталось. зацепка, на чем она держится, эта зацепка? В этой книге я считываю, что искать рациональное зерно, логическое объяснение, логическая логика. И сейчас значит нужно книжки посмотреть, что в этой книжке, что это за книжка? Посмотрим, что это за книга? Она считывается как жизнь, каждый листок, какая-то веха жизни, и там какая-то конструкция геометрическая. Черная как будто инженерия. Вот это что мне звучало, пионерия, инженерия, все как бы одновременно. Пионерия ушла, теперь инженерия осталась. Я слышу инженер не поэт событий. Все какое-то оно такое. пирамидка какая-то ты говорила. Но это тянется к пирамидке. Ты стоишь книжку, держишь между листочками, эта конструкция, эта конструкция, к этой пирамидке, эта пирамидка так красиво зазывающе поворачивалась. Теперь оно все замерзло, превратилось в такую какую-то безжизненную черную энергию, считывается скрепа. То есть скрепка, скрепа это что-то зажавело на уровне сознания, то есть соединило не те пролеты сознания, не с теми, то есть вот эти нейронные связи не туда пошла, не с тем связалась. Виктория, вот эта пирамидка вообще, что она означает, эта форма пирамидальная? Я же тебе говорю, что она куда-то ушла. превратилась, она только вот так как-то считывается, как будто далеко, чуть-чуть, где-то вот так на каком-то уровне, а все в такое превратилось как клякса такая, черная, как будто бы все уголь, знаешь, который сгорит, и осталась такая жужа. И вот это такое и считывается скрепа. Скрепа это мертвое сознание, вот отличительная черта коммунистической идеологии. А, сейчас пошло оно, сейчас оживает, потянулось сектор магии, слышу, такое серо-зеленое, как сопли, считывается путинизм. то есть эгрегор путинизма, а путь, о, путь, Путин, тот, что запутывает путь. Путинизм и низм. Ну да, да, ну это что, эти шлисты, все понятно, да, да, то есть эти изма, да, да, так, ну хорошо, кто там хозяин этих энергий, приказываемо забирать их ними руками все их, не эти чужеродные энергии, я от них отказываюсь, от этих путинизмов, измов. Кретинизмов. Потому что путинизм, да, это же та же самая мафия, идеология коммунизма, демонизма, это все и то же самое. Я вижу, что ты буквально как будто бы из сердца это вырываешь, снова это звездочка, ага, стирай это со всех информационных полей, выталкивай. Стираю, с генетической тоже, стираю, очищая, заполняя жизнью, совершенством моей истинной гармонизируя. Ну, ты вышел вверх, энергосфера распрямилась, стала такая большая, вот. Отлично. Очищай все твое пространство, выталкивай. Очищай, выталкивай, чужеродная аннигиляция. Я слышу абсолютное зло, абсолют. Я посмотрела, что это такое абсолют. и я вижу абсолютное зло. Она потянулась под ключом из шеи вниз. Белая, как гипноз. Сейчас я считаю. Да, гипнотизирование считывается. Считывается абсолют. Абсолют это касается абсолютного зла. Абсолютно что это такое абсолют. Она считывается как к единовластие. То есть вот это абсолютная власть в одних руках, которая проявляется на физическом мире в виде этих искаженных правительств авторитарных фашистских. То есть власть в одних руках. И это отображает ту же самую власть Люцифера, который держит всю власть пирамида власти. Вот оно что пирамида власти в одних руках. Потому что во Вселенной чистой в Сесвит там наоборот пирамида как бы на вершине пирамиды стоит личность остальная одна конкретная душа. А все остальные как будто бы содружество. и вот эти все государственные надстройки они служат интересам одного человека одной души. А здесь же наоборот то есть на верхушке стоит власть. То есть точно так же как стоял там Ленин Сталин сейчас Путин и вся это мафия обслуживает его а народ обслуживает всю эту мафию и сам является как бы нижней пирамиде первой вот этой прослойкой в этой демонической власти. Потому что интересы одного защищаются. Вот это логос дьявольский абсолют. Когда Виктория впервые к этому логосу подсоединился где это я вижу когда вот это звездочка то есть потому что она на уровне сознания было то есть расчищая все эти отказываются принимать эту логистику отказываясь от этого абсолютного зла там где говорят что это третий глаз но там никакого глаза конечно нету там я вижу как луч пошел вот это озарение у тебя где почему это ясновидение скрывается и яснопонимание зачем открываясь открываясь ясновидение визуализацию телепатию открывая сновидение телепатия визуализация вверх летишь вверх восстанавливает вверх 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 все эти изъяны которые были восстанавливай исцеляю гармонизирую забирая все частички моей души со всех мест очищаю все чужеродное отправляем портал на аннигиляции на аннигиляции ну вот хорошо Виктория так отсоединяемся от тех ситуации очищаем пространство хорошо Виктория давай найдем в эфирном пространстве эфирное тело Наталья геевым двоюродной сестры где она находится она вот здесь находится у нее все в хорошем пространстве но она показывает подключку я ей передаю информацию она к тебе не подключена я ей передаю информацию чтобы она отправлялась в самые высокие пространства и передаю информацию с наших сеансов что только воля души имеет значение чтобы она отсоединялась если она желает по своей воле от всех кто удерживает ее от всех эгрегориальных структур привязок и пусть выбирает вот взметает как ангел крылья самые высокие пространства я передаю чтобы она она передает тебе идет как эхо по пространству передает как бы привет тебе да я передаю информацию чтобы она освобождалась от привязок к это каким негативным эгрегориальным структурам к этому эго которое ее удерживает и поднималась в самые высокие пространства и закрывала портал за собой дверь да хорошо отсоединись виктория от этой ситуации вернись к моему эфир на тело посмотри еще раз как я выгляжу ну я вижу что ты вот это остаточное такое как ниточка черненькую от груди вот где сердце у наших снял восстанавливай все твои логистические пути твоей логики твоего мышления разума любви сердца твоего вот и этот светится смотришь вот так а это как фонарик ты представляешь это как фонарик освещает путь куда внимание освещается хорошо виктория спроси меня все ли вы сделали для меня на этом сеансе да хорошо благодарю тебе виктория прощайся с моим эфирным телом отсоединяйся от всех и все поднимайся максимально вверх проверяй твое личное пространство да отлично наполняемся энергией жизни любви гармонии света я посчитаю это надо трех ты видишь физическую реальность где ты бы разговариваешь и будешь себя чувствовать великолепно 1 2 3 возвращайся 2 7 7 7 9 12 12